Девушки отдыхают Девушки отдыхают Оказывается, забирают. Мы против этого. Мои дети в школьном возрасте, в детских яслях. Получаем 10-11 тысяч тенге. Ни на что не хватает. У пенсионеров и пожилых людей забирают. Мы против. Пусть вернут. Девушки отдыхают Что я скажу? Что говорят? Нечего сказать. Нам почти 80. Раньше, если ездили бесплатно, то сейчас, говорят, убрали со всех автобусов. Что нам делать? Покоримся, конечно. Воля Всевышнего. Пенсию поднять обещали на 14,9%. Получили. Еще 5% обещали. Добавят. Не добавят. Не знаю. Для местных властей отмена льгот будто гром среди ясного неба. Беспомощные чиновники ради приличия начали копошиться, но только толку от этого мало. Поддерживают обиженных, как обычно, общественные активисты, но не официальные органы. Отмена льгот – это натуральное издевательство над людьми, которые имеют большое количество детей. Потому что проезд ребенка и взрослых – это в день уже 500 тенге будет уходить. Как минимум 500 тенге. Это большая нагрузка для семейного бюджета. Также для пожилых людей. Они заработали свое уважение, общество. Именно в Симпалатинске, где люди пострадали от ядерных испытаний и здоровье которых подорвано многолетними испытаниями, я считаю, что это неправильно. Население города семей напоминает, увы, безропотное стадо. Они живут по принципу «бог дал, бог взял». Но все же где-то в глубине души они надеются, что казахстанский бог Назарбаев, быть может, смилуется и вернет им хотя бы льготы в общественном транспорте.